Всем привет и добро пожаловать. Сегодня у нас тестовое собеседование с Владом. Тестовое собеседование у нас будет посвящено Джанге. Вот такой вот спойлер. Ну а теперь давайте начнем. Николай, тебе слово. Влад, добрый день. Как ваше настроение? Как дела? Добрый вечер. У меня все отлично. Я готов к этому собеседованию. Во всяком случае, мне так кажется. Это отличное чувство. Смотрите, сегодня я буду ввести собеседование в качестве HR по сопровождению. И Андрей, мой коллега, техник нашей компании. Соответственно, к нему мы ищем человека в команду. И он будет принимать итоговое решение по вам. Давайте начнем с краткой самопрезентации, потому что Андрей не присутствует на привычных собеседованиях. И, соответственно, ему будет чуть понятнее и проще с вами общаться, только вы расскажете о себе. Давайте. Меня зовут Влад, мне 18 лет. Я начал программировать не так давно, около полутора лет назад. На данный момент я прохожу курс от Яндекс.Практикума по профессии Python-разработчик. В целом, на данный момент моя главная цель – это найти компанию для того, чтобы получать практический опыт. Окей. А почему, я так понимаю, ты пишешь на Python, да? Почему вообще выбрал Python? Чем на тебя заинтересовало? Знаете, это было все очень просто. Когда я был маленький, в моем представлении языки программирования, это было что-то очень сложное. Знаете, на уровне синтаксиса C++, скажем. Но когда я посмотрел на Python, я понял, что это просто в плане синтаксиса, но при этом мощно в плане возможностей, которые дает этот язык. Именно поэтому я выбрал Python. Окей. Есть у тебя какой-то план развития, то есть видение, чем ты хочешь заниматься и каким образом ты сейчас это найдешь? Что касается плана, я не думаю, что у меня есть конкретные цели, которых я хотел бы достичь, но есть некоторый образ мне идеального. Вот я идеальный, это человек, который разбирается в Django, человек, который умеет работать с API и базами данных. И я это тот человек, который, ну, наверное, через годика-три начинает учить какой-нибудь второй язык, допустим, C++. Я бы хотел связать себя именно с бэкэндом. Я бы не хотел уходить в full stack. Окей. Вот ты начал говорить про базы данных. Можешь рассказать о них в контексте какого-нибудь своего самого лучшего проекта, которым ты гордишься? Вот прям в контексте самого лучшего. Но первое, что хотелось бы сказать, это что я использовал только реализационные базы данных, только SQL-базы данных. И в первую очередь это была именно PostgreSQL. У меня не такой большой опыт написания чистого SQL. Все-таки основную часть работы я проделывал именно через ORM. И если говорить про какие-то выдающиеся достижения в этой области, то, наверное, это наши проекты на Яндекс.Практикуме, а именно написание системы, где, скажем, авторы, люди творческого направления, могут создавать какие-то плейлисты, могут объединяться в группы и могут там как-то коммуницировать. Я так понимаю, то есть ты использовал PostgreSQL, да, SQL там? PostgreSQL, да. SQL-базал. Да, какой-то еще функционал там заложен? Не совсем понял вопрос. Функционал чего? Ну, расскажи просто больше о проекте. Какие есть вообще функционалы, задачи? Там использовалась полностью ORM Django. И там на основе ORM создавалось, насколько я помню, примерно 6 таблиц. Таблица жанров, таблица пользователей и еще на самом деле что-то. Вот не могу сейчас вспомнить, что конкретно. В этих таблицах были использованы стандартные поля, которые предоставляет нам Django, стандартные поля из ORM. Вот не совсем понимаю, как раскрыть этот вопрос чуть-чуть получше на самом деле. Ну, в принципе, этого достаточно. У меня, знаешь, будет, наверное, последний вопрос. Какие у тебя слабые качества? Да, или как ты сейчас с ними работаешь? Ну, конечно, самое первое слабое качество, если мы говорим про технические навыки, то это в первую очередь недостаток опыта. Я не считаю себя сильным программистом, именно поэтому я ищу свою первую компанию для того, чтобы набираться именно промышленного опыта, опыта промышленной разработки. Если говорить про софт-скиллы, то, наверное, мне не совсем легко находить язык с, скажем, новыми людьми, с новым коллективом. Окей, хорошо. Ладно, тогда, пожалуй, вопросов у меня нет. Андрей, перейду к тебе. Хорошо. Кстати, вот базу данных, а кто проектировал на каких принципах? Смотрите, Андрей, проектировал ее не я. Я занимался только частью авторизации. Это был один из самых последних проектов, в котором мы разрабатывали проекты, связанные с API. Занимался именно мой напарник. Но я, разумеется, как добросовестный человек в нашем проекте, я посчитал этот код, разобрался, как он работает, ну и посмотрел, какие запросы там выполняет ОРМ. Я правильно понимаю, авторизация имелась в виду переопределение пользовательской модели Django? Да. И, как я понимаю, мы про это сегодня будем говорить. Да, мы именно про это будем говорить. Вообще, какие стратегии расширения модели Django ты знаешь? Ой, наверное, вот есть, насколько я помню, две основные стратегии. Первая стратегия – это использовать Base Abstract User. Это основной класс, от которого и создается пользователь. Вторая стратегия – тоже с кастомным написанием другого класса, который уже будет наследоваться просто от Base User. Если говорить про различия Abstract, Base User и обычного Base User, то, насколько я помню, Abstract Base User – это вот чистый шаблон, который ты должен определить полностью сам. В свою очередь, просто Base User уже содержит некоторые поля. Ну, не критично. На самом деле, есть еще одна третья стратегия. Давай представим, что у тебя в базе данных уже есть достаточно много записей, пользователей, и вот они уже работают, и пришло, прилетело техническое задание что-нибудь добавить туда. Очевидно, что наследоваться от абстрактных каких-то классов, наверное, поломает нам базу данных, и будет проблема с миграциями, в общем-то, не очень хорошо. Как бы ты вот в этой ситуации могла поступить? Пришлось бы расширять стандартную модель, стандартную модель юзера. Каким способом? Затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, хорошо. Какие связи с моделями ты знаешь? Many to one – многие к одному. One to one – один к одному. И many to many. Смотри, если я тебе скажу, что какая-то из этих связей подойдет, ты бы какую выбору? Для расширения стандартного юзера. Вот у нас есть модель пользователя, да, мы хотим туда добавить какие-то дополнительные поля. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Чатик, помогай. Чатик может помогать у нас традиционно. Голосом можно, да? Голосом? Ну, лучше, конечно, в чатике, но давайте голосом. Почему нет? Ну, можно создать дополнительную модель и в ней создать foreign king, модель юзер. И уже в этой модели, которая есть часть через one to many, добавить какие-то дополнительные поля. Почему one to many? Почему не one to one, например? Ну, one to one, да, one to one даже будет лучше. Там через foreign king указать поле юзер. Ладно, с этим разобрали. Сейчас я в чатик скину ссылочку на гид. Там как раз есть у нас определенный проект, где модель пользователя расширена по стратегии один к одному. Ну, давай ты можешь это к себе склонировать и открыть в своей ДЕшке. Кстати, какой пользуешься? И расширивай экран, будем посмотреть. Хорошо. Пользуюсь я Veeam. На самом деле это пока только экспериментальная вещь для меня. Пробую что-то новое. Итак. Наверное, вот так. Здесь хорошо. Все ли видно? Да, вполне себе. Окей. Отлично. Итак, я бы хотел перейти на рабочий стол и создать там, я уже на нем. Так. И создать в нем папку для нашего проекта. Скажем, просто project. Я сейчас не хочу думать долго над названием. И склонировать туда склонировать туда ссылку, которую вы дали. Меня можно на ты войти, так принято. Так, клонирую репозиторий. Я бы сейчас хотел немножко свернуть окна. Они мне не следует мешает. Итак. Что мы делаем теперь, Андрей? Ну, теперь, наверное, нам надо запустить этот проект, посмотреть, что он работает, что там как бы что-то там создается, а потом я расскажу, как мы его немножко будем поправить. Итак, abstract user, users manage by. Я хотел бы просто посмотреть на его структуру. Для начала, one to one. Ignore file. Extend user. И мне интересует, какой конкретно… One to one. One to one. Хорошо. У нас же есть разные стратегии. Abstract пользователь – это у нас что-то другое. Мы попробуем one to one. Так, сервер запущен. Я хотел бы в этом удостовериться. Да, все работает. А в каком окружении у тебя запущен сервер? Ага. Он запущен у меня в глобальном окружении. Тогда надо его создать, правильно? Ну, наверное, да. Там еще есть проблема. Видишь, чего-то не хватает. Чего не хватает? Ой, чего не хватает. У нас есть папка с проектом. Ну, во-первых, не хватает венва окружающей среды, если вы про это. Хорошо, давай. Нет, венва, он, в общем-то, в GTA не должен быть. Ага. Requirements. Нет, файл, requirements. Да, согласен. Окей, ладно. Давай будем считать вот что. Там все достаточно просто. Там у нас Django 2 с чем-то стоит. В принципе, можно, наверное, даже не… У тебя в глобальном окружении какая Django стоит? Двойка или тройка? У меня тройка будет стоять, да, более последняя. Вот. Тройка, по-моему, там не пойдет. Кстати, да, проверить. И вообще стоит ли она на самом деле? Нет, стоит Django. Если она… Два, два, шестая она мне стоит в итоге. Ну, все, окей. Ладно, будем считать, что вот такое у нас виртуальное окружение немножко странное. Давай запустим, раз запускается. Не будем, если тем более нет Requirements, это в смысле никакого нет. Давай запустим, посмотрим, как она работает. Убедимся. Так, хорошо. Подпрощаться будем через браузер. Через браузер. Ну, что-то вроде. Смотри, какая задача. Да, если откроем… Давай откроем сейчас файл с модельками. Файл с модельками. Я могу пока опустить сервер, скажем. А у тебя не получается по-другому? Нет, у меня получается по-другому. Мы можем сделать с вами вот так. Можно куда-то свернуть. Пусть он ролится. Мы модельки трогать не будем. Миграция нам тоже не надо будет делать в нашем задании, поэтому это можно куда-то свернуть. Нам понадобится только идея. Миграция нам тоже. У нас есть некоторый профиль. Есть ссылка на нашего юзера через one-to-one фил. У тебя показывается, шарится только твоя консулька. Плохо. Давайте я попробую перезапустить. Попробуй расшарить IDE-шку. Вот так, как видно. Сейчас, минуту. Да, теперь нормально, видно. Да, вот у нас есть профиль. У нас есть какое-то поле. Что еще тут есть? Что еще тут есть? Есть некоторый профиль. Ссылается он на юзера. У этого юзера есть поле с биографией. Это текстовое поле. Может быть пустым. Как со стороны пользователя, так и со стороны базы данных. Также есть класс мета. Некоторые дополнительные поля. Verbo's name. Допустим, как они будут отображаться в админке или в формах. И есть функция, которая, согласно названию, создает или обновляет некоторый профиль. Вообще с сигналами сталкивался? Нет, не работал с сигналами. И увидел незнакомый для себя декоратор из Сибир. Хорошо. Добро. Смотри, задача вот как будет звучать. Да, у нас есть какая-то база данных из пользователей. Нам нужно вывести, например, информацию про всех пользователей, которые у нас есть в базе данных, на главную. Как бы ты ее делал? Ну, давай попробуем сделать. Можно подсматривать в другие проекты. Если что-то наизусть не помнишь, у тебя наверняка где-то что-то есть. Мне больше интересует последовательность действий. И как ты это все будешь делать? Я понял. Как я понимаю, на главную в качестве страницы, да? Да, на главную страницу. На странице нашего сервера. Хорошо. Но первое, что я хотел бы посмотреть, это проверить URL составляющие нашего проекта. Какие у нас вообще есть пути? Есть ли у нас вообще главная страница? Вот так, да. Мы сейчас работаем в приложении Users. И не вижу здесь URL-ов. One to one. Они заданы здесь. Хорошо. У нас есть путь только к стандартной админке. Хорошо, давай расширим. Соответственно, что бы я добавил, так это путь к главной странице. И что я еще хотел бы сделать, ну, в ее функцию я предлагаю создать тогда потом, которая бы обрабатывала наш запрос. Почему бы нет, да? У нас будет функция path, которая, ну, в общем-то, не будет принимать ничего. Это ведь главная страница, правильно? И я думаю, что надо бы сделать какой-то include, использовать функцию include. Думаю, обойтись без нее или с ней. Наверное, все-таки обойдемся пока без нее. Хорошо. Пусть будет. Почему, кстати, без нее? В чем преимущество? Преимущество? Ну, дело в том, что мы работаем всего в одном проекте. И у нас пока не такая сложная и запутанная структура, чтобы включать сюда include. Это мое видение. Ну, хорошо, принимайте. Давай без include попробуем. Давайте. Я хотел вот здесь пока поставить некоторые троеточие и просто смоделировать, что у нас будет потом. Ну, понятно, что мы будем из нашего проекта, из нашего проекта users, приложение users, будем иметь view функцию, которая будет описана здесь. Я предлагаю все-таки вначале задать view функцию, чтобы потом ее без проблем импортировать. Да, конечно, почему нет. Хорошо. Скажем, define. Ну, как можно назвать главную функцию? Стандартно называют main, наверное, да? Можно main, можно home. Разницы нет. Main, да. Которая будет принимать некоторые request. А что за request? Request – тот запрос, который придет в эту view функцию. А из чего он состоит? Как еще? Ну, мы ведь должны обрабатывать какой-то request, правильно? На HTTP запрос. Ну, хорошо, добро, да. Давай дальше. Дальше что можно сделать? Что она возвращает? Или что она там делает? То есть она какой-то запрос должна делать в базу данных? Да. Я вижу, что здесь есть функция render. Она нам пока не понадобится. Но что нам понадобится, так это сделать запрос в базу данных. Я вспоминаю, как это сделать. Я думаю, что надо будет что-то импортировать из модели, в данном случае users, и обращаться через точечную нотацию. Допустим, там users.objects.all. Ну, чтобы взять просто все модели юзеров, все инстансы юзеров. Ну, Django.rm, да, примерно так и выглядит. Добро, поехали. Окей. Пока напишу здесь path, заглушку. И from.models.import. Насколько я помню, она называется не юзер, а профайл, скорее всего. Профайл. Я хотел бы открыть дополнительную страницу models.py. Вот, теперь мы сможем более эффективно это все делать. Да, действительно, модель называется именно профайл. Ну, первое, что хочется сделать, это просто сделать запрос profile.objects.se, то есть, чтобы извлечь все объекты. Я предлагаю назвать переменную all-profiles и сделать вот такую вещь. В нашу переменную all-profiles присвоился query set, состоящий из всех пользователей, состоящий из всех профилей. Теперь мы должны его вывести. Вывести мы должны на определенную страницу и использовать функцию render. Я вспоминаю, как это надо сделать. Ну, там, return, render. И вот здесь можно ли мне воспользоваться документацией, потому что я не помню порядок. Первый аргумент request должен быть. Первый аргумент request. Реквест там. Реквест, потом шаблон, потом узловарь контекста. Реквест, потом, скажем, у нас будет шаблон main. Нужна ли там точка html? Нужна. html. Кстати, а где обычно хранят шаблоны в джанге? В специальной папке templates, она так и называется. Их лучше выносить в отдельную директорию сразу же. Некоторый шаблон и потом контекст. Ну, здесь я просто предлагаю передать оппозиционные аргументы. А вопрос, что должно быть в нашем контексте. Должны быть, ну вот, я их так и назову all profiles. Вопрос, что я сейчас делаю. Я на самом деле тоже стараюсь попутно вспоминать. Я передаю переменную all profiles в контекст нашей страницы, где я потом смогу, допустим, ее запринтить, вывести на экран. Или проитерироваться, принять и сделать что-то еще. А all profiles равно all profiles. По-моему, это делается именно так. Погоди, смотри. У нас же здесь словарь, правильно? Да. И мы должны эти переменные присвоить какому-то ключу. И поэтому ключом уже используйте его в шаблоне. И поэтому синтаксисы должны немножко по-другому выглядеть. Да, через двоеточие. Скажи, вот такой ключ развел, окей? Какие переменные могут использоваться в качестве ключа? Неизменяемые. Неизменяемые, да. Вспоминай, на самом деле, нахожу это. Да, окей. Ну, добро. Посмотрим, что из этого получится. Окей. Ну, пока... Вопрос еще сразу по шаблонам. Что будет, если у тебя будет несколько... Несколько приложений в проекте, и вот у них будут шаблоны названы одинаково? Мне кажется, что мы должны были бы добавить некоторый спецификатор, то есть указатель того, какой именно шаблон мы хотим использовать. И я знаю, что Django позволяет нам это делать. Возможно, даже есть специальная функция, которая позволяет нам извлекать шаблон по его названию. Не совсем все проще немножко. Смотри, обычно шаблоны по приложениям раскидывают по папочкам. То есть не просто main, а, например, user.slash.main. И уже в шаблонах там структуру древовидную делают, и тогда у тебя вот такой штуки не будет. Да, вот так хорошо. Вот так, допустим. Он вроде бы по умолчанию, да? Мы его там потом пропишем, и будет все очень хорошо. Я понял. Хорошо. Так, добро. Ну, что-то похоже на правду. Давай дальше. Окей. А мы... Да. У меня почему-то вылезло окошко. Не очень удобно. Мы... Мы сейчас поработали с view-функцией. И теперь я хотел бы поработать уже непосредственно с шаблонами и с путями. Я думаю, что вначале я все-таки пропишу path. Поскольку мы создали view-функцию, мы должны как-то к ней уметь обращаться. Как-то ее обрабатывать. И именно поэтому я хотел бы перейти в urls.py. Я не знаю, да. Этот файл у нас находится в приложении users. И сюда импортировать from.views import main. Мы импортируем функцию main из нашего модуля views. Что мы можем делать дальше? Ну, мы можем использовать эту функцию main. Ну, смотри, там сверху даже есть эти самые примеры. Даже подсказка. Это стандартная джанглская подсказка. В views.home. Да, мы могли импортировать абсолютно так же просто модуль views и написать через точечную аннотацию там views. Я предлагаю сделать так, как обычно в джанге, раз уж они так вот рекомендуют. Давай так и сделаем. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Import.views. Так, наверное, не сработает. Через точку. Текущая директория views. У нас же, вот смотри, видишь, from откуда импортируем что? Import.views мы импортируем, это значит откуда. Мы импортируем весь модуль, наверное, views. Хорошо, давай посмотрим, что из этого выйдет. Это интересно. Или, ну, давайте все-таки не посмотрим, я напишу просто from точка из текущей директории import.views. Так будет лучше? Мне кажется, так поприкольнее. Ну, испытаем, как бы запустим, если запустится. Хорошо. Не запустится, поправим. Заодно посмотрим, как ты с багами разбираешься. Как работает все остальное. Итак, обратились к источечную аннотацию. Все стандартно к примеру. Я сейчас смотрю на строку 15 относительно. И, ну, надо ли нам добавлять name. Давайте добавим name. Укажем явно, что это наша main страница. Окей. Зачем, кстати, добавить main добавление? Вот вспоминаю тоже. Это можно использовать, когда мы не хотим в некоторых других модулях указывать абсолютный путь, а просто обратиться к имени этого пути. Это может понадобиться для того, чтобы в случае изменения пути мы не должны были рефакторить наш код во всем проекте. Ну, хорошо. Добром. Реверс. Есть такая функция. Да. Мы ее будем использовать. Поехали. Давай. Так, с этим разобрались. Давай создадим уже, получается, шаблон. Да? Какой-то папки. И, наверное, надо настроить что-то, чтобы шаблоны где-то там искались. Давай создадим шаблоны, посмотрим, попробуем открыть вот это все. Итак, у нас есть приложение Users. Я предлагаю прямо в нем и создать нашу папку Templates. Хорошо. mkdir.users.templates. И действительно, папка создается, все хорошо. Ну и в папке Templates я предлагаю сразу же объявить наш шаблон main. Так сработает. Ну, хорошо. А почему не сработает? Скажем, main.html. И здесь надо будет сделать базовый вопрос. Просто прямо циклом проитерируйся. Мне кажется... Без HTML даже, да? Да, думаю, что оно даже, наверное, и так сработает. Ну, можно просто HTML, HTML открыть, закрыть, и, наверное, этого хватит. Окей. Давайте так и сделаем. HTML. Тут же тег закрываем. HTML. Насколько я помню, мы назвали нашу переменную, к которой мы можем обращаться, all profiles. И я предлагаю проитерироваться профайлом. То есть для каждого профиля в all profiles просто вывести в профиль. Да, это окей, но... Да, не такой синтаксис должен быть. Шаблоны немножко иначе. Да, я вспомнил про это. И я хотел бы сейчас немножко освежить свои памяти. Фигурные скобочки, проценты, и внутри, например, for... Как это вот... Внутри просто цикла, потом end for закрыть. Да, фигурные скобочки такие, которые на... Где я там живу-то? А где-то сбоку. Где x и твердый знак. Да, вот оно. И в таких же скобочках end for надо написать. И внутри уже можно обращаться через двойные фигурные скобочки к... В качестве переменных. Да, здесь end for. Да. Ну и что мы выводим? Мы выводим просто профайл. Ну давай bio, да. Ну нет, не профайл, а мы же поля определенные в этом профайле выводить должны. Правда? И да. Юзернейм, потом bio надо вывести. Думаю, что этого достаточно. Будет понятно, к какому пользователю у нас что относится. Не хочет она сохранять. Не может открыть файл для записи. Такое ощущение, что у меня нет прав на собственном компьютере. Хорошо. Ай-яй. Это, наверное, бунт роботов. Возможно. Вот не хочет сохранять цену у меня. Не может открыть файл для записи, но... Экстренная ситуация для меня. Печаль. Что делать будем? Давайте просто попробуем сделать все через VC-код. Это самый простой вариант, который я вижу. Прекрасная идея. Я на всякий случай это сохранил. Как тебе, ВИМ? Кстати, удобно? Только учусь. Скорее неудобно, а немножко необычно. И за счет этого это очень прикольно. И так, мы сохраняли папку Project на главном столе. Я прилагаю прямо открыть проект. Прекрасная идея. Да, я доверяю всем. One-to-one users. И мы редактировали... Мы templates редактировали. И здесь даже нет никакого файла. Прекрасно. Main.html. Вот так. Все. Я думаю, что теперь мы это можем сохранять. Наверное, нам нужно сделать миграцией. Создать суперпользователя. И, соответственно, хоть какой-то, чтобы пользователь был системой. Потому что сейчас у нас база данных... База данных пустая. Наверное, нет. Или есть? Нет. Нет. Она есть. База данных есть. Но я не знаю, пустая ли она. By. Make. Migrations. No such file. Где-то я нахожусь. Да. Немножко я на уровне выше, чем мне следовало было бы быть. By. By. Make. Migrations. Asable. From.import view все-таки так нельзя делать. Давай как-нибудь починить. Нельзя импортировать view из one-to-one. Вопрос, есть ли у нас view вообще one-to-one? У нас нет one-to-one никаких view. Поэтому я должен буду написать просто .users. Да, попробуем. Да. И в каком это файле у нас произошло? Это произошло в... URL. В URL file. И не бежим в... One-to-one, который внутри. Один URL файл. Где-то что-то с импортом напутал. Потому что, смотри, у тебя же... Он ищет в папке one-to-one этот вот views, а у тебя там этого нету. Он и запутался немножко. Мне очень мешает плашка, но я не могу ее никак убрать. Вот все. Итак, а давайте разберемся... Посмотри, там наверху есть вариант, как делать. И можно прямо оттуда скопировать, где-то вот чуть выше. Видишь, вот from my app. То есть в нашем случае это будет from users. Import views. И все получится, скорее всего. А потом обратится так, как в примере написано. И будет... Как у них там? From users import views. Но... Да, правильно. Она зайдет в папку users. Уйдет там в view. Их импортирует. Все логично. Окей. Нет никаких изменений. Да. Давайте попробуем непосредственно их применить. Python manage.py migrate. И да, действительно у нас не было никаких изменений в базе данных. Окей. Хорошо. Теперь попытаемся создать пользователей. Я правильно понял? Смотри, там есть пользователь. Админ, админ, я думаю. Давай попробуем ничего не создавать. Наверное, если база данных есть у нас в Гите, там, наверное, какие-нибудь пользователи есть. Да, попробуем запустить и посмотреть. Возможно, все сработало уже. Давайте. Python. В какой я директории нахожусь. One to one. У нас здесь файл manage.py. Python manage.py. Запускаем сервер. И окей, сервер работает без ошибок. Восьмитысячный порт, насколько я помню. И у нас нет шаблона. И понятно, что мы должны настроить путь до этих шаблонов. Потому что я это сделать забыл. Нам надо зайти в filesentings.py. И тому, казалось, куда же? Смотри. Давай посмотрим. Вот видишь, внизу template loader post mortem по смерти. Где он ищет шаблоны, где он у тебя живет. Видишь, у тебя настроено, что у тебя ищутся шаблоны на уровне приложений. Но ты просто забыл в templates показать еще папку users. Ты сразу положил main в корень. Вот первая строчка. Видишь, using Azure Django. Да, проект создает новую папку. Да. Папку users в наших темплейтах. Понял. Немножко странно выглядит, но вот такой путь. Да. New folder. Users. И можем ли мы... Да, мы можем переместить. Теперь должен заработать. Все. Давайте проверим. И ничего не выводит, к сожалению. Я возвращал ли я рендер? Вот чем вопрос. Я бы хотел зайти в URL и посмотреть. Не в URL views. Да, рендер я все-таки возвращал. Ну, давай попробуем создать суперпользователя. Можем просто пользователя нет. Такое же может быть. Может быть, да. Тогда наш цикл и вовсе не будет статироваться. Дериливаться. Окей. Мне опять... Окей. Я просто открою новый терминал, чтобы у нас по-прежнему был запущен сервер. И все гитбашевские терминалы я, пожалуй, закрою. Они создают для меня уже небольшую путаницу. В одном терминале у нас запущен сервер, а во втором мы будем создавать суперпользователя. Python manage.py create superuser, по-моему. Да. Окей. Нет такого файла. Опять-таки переходим в one-to-one. И делаем то же самое. Можно стрелочкой вверх, он последние команды посмотрит. Крецепт будет. Имя пользователя. Как будем делать? Настое усмотрение. User. User. Пусть будет двойной юзер. Адрес электронной почты. Классическая админ-админ, конечно, но окей. Видео, на пароль слишком похож. Я соглашаюсь на то, что он слишком похож и принимаю все риски. Суперпользователь был создан. Скажите, что мы теперь должны сделать? Мы должны посмотреть. Да, теперь пользователь у нас 100% есть. Давай посмотрим, вывезло. Главное или нет. Я бы все-таки перезапустил сервер. На всякий случай. Хорошая практика, считаю. И none. Выводится none. Такое может быть, когда мы обращаемся к полю, которого не существует. Или что-то могло пойти еще не так. Интересно, что не так. Давай зайдем, может, в админку, посмотрим, что там живет. Возможно, какое-то поле просто забыли заполнить. Он пытается. Имя пользователя, юзер, юзер. Давай заполним все поля. Там у нас био где-то должно быть заполнено. Может, там био выводим? А био при создании суперпользователя... Я предлагаю... Да, Андрей, я предлагаю сделать это именно через Shell, потому что мы сейчас должны будем настраивать админку для того, чтобы это сделать. Оно настроено. Уже настроено. И как же я могу это сделать? Я вижу, да, имя. Внизу есть поле. Группы. Права. Ниже, 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 ниже. В самом конце. Биография. Биография, да. Окей, пусть будет сам био. Некоторая биография. Да, хорошо, прекрасно. Все, насколько я помню, там больше никаких по линиям. И там юзернейм, наверное, где-нибудь, что-нибудь еще. Потому что none, он, наверное, генерирует откуда. Он, наверное, откуда-нибудь из персональной информации еще откуда-нибудь дергает. Давай вот первое, ну, имя, фамилию тоже заполним. Будет там счастье. Давайте. Прекрасно. Какой-нибудь несуществующий домен, я не думаю. Ничего страшного. Все, поехали. Сохраняем. Он сохранился, да? Да. Сам био есть. Ладно, хорошо. Получилось. Юзер почему-то не вывелся. Почему? Не вывелся юзерный, насколько я помню. Да, действительно, не вывелся. А вообще этот юзернейм есть в профайле или нет? Вот я и смотрю, на самом деле. Хотел бы сейчас посмотреть. Там есть только ссылка на модель юзера. Есть биография. Нет, смотрите, в чем дело. Мне кажется, мы все-таки можем обратиться к юзернейму, но, скорее всего, мы обращаемся не к совсем тому юзернейму. Мы должны обращаться к юзернейму именно нашего админа, именно суперпользователя. Я хочу посмотреть, как это устроено в шаблоне. Мы просто обращаемся к профайлу юзернейм, но понятно, что такого поля не существует в нашем профайле. Поэтому я хотел бы обратиться через точечную аннотацию именно к юзеру. Сделать что-то на уровне юзера точка юзернейм. Вот будет ли это работать так? Это интересно. Давайте проверим. Давайте. И да. Ну, как-то нормально работает. Вопрос. Как по-твоему, что в этом запросе можно улучшить? Сейчас смотри, как все выглядит. Чтобы получить юзернейм, он будет генерировать джанго и еще дополнительный запрос. Если мы используем связанную модель, в шаблоне он будет делать еще. Как эту ситуацию можно вообще, говоря, побороть? Андрей, это хороший вопрос. Я думаю, что если бы мы работали с конкретно одним юзером, мы могли бы прямо здесь, в функции main, создавать некоторое поле. Скажем, вот про что мы с вами говорили. Хорошо. Я по-другому спрошу. Как можно реализовать join через джанго.рм? Там есть два основных пути. И на самом деле даже не совсем понимаю, зачем здесь нужен join. Чтобы избавиться от запроса дополнительного. Вот, скажу честно, не думаю, что я сейчас смогу реализовать его. Окей. Ладно, хорошо. Ну, наверное, тогда надо будет тебе посмотреть, как эти вещи делаются. То есть select-related и pre-fetch-related. Зачем они нужны, как работают, стоит посмотреть. Ну что, на этом у меня вопросы закончились. Можно, наверное, заканчивать, шарить экран, вызывать Колю. Назвать не нужно. Какие у вас вопросы есть? Влад, к нам. Первый вопрос, наверное, он очень очевидный. Есть ли у вас курсы разговорного английского языка? Именно, чтобы практиковать разговорную речь? Курсы есть. Но, на самом деле, мы работаем с партнерами, с Skyeng. Соответственно, у нас такой корпоративный английский получается. Если это устраивает, то у всех сотрудников мы его предлагаем. Конечно, звучит интересно. Второй вопрос. Скажите, как у вас устроено менторство в компании? То есть, как у вас стараются развивать начинающих разработчиков и стараются ли вообще? Смотри, тут достаточно сложно. Ну, он не сложно, он комплексный процесс. Соответственно, как только ты приходишь и работаешь в течение испытательного срока, с тобой работает наставник, все это время у наставника в рабочем графике выделяется специальное для тебя время, и также он получает длинную надбавку за наставничество. Поэтому он именно тот человек, который, так сказать, вовлечен и мотивирован на то, чтобы ты вырос в сильного специалиста. После протяжения испытательного срока у нас HRDP, в частности, я буду выполнять функции твоего сопровождения. Мы вместе с твоим тех видом, не знаю, будет ли это Андрей или какой-то еще твой будущий коллега, мы, соответственно, простроим индивидуальный план развития, тебе помогут подобрать согласно направлению ряд курсов, материалов, благодаря которым ты усилишь свои имя. Возможно, в будущем, не в ближайший год, мы предлагаем сотрудникам ротацию между проектами, продуктами, между командами, но так как они завязаны на офисах, то это периодически сложный процесс, не всегда получается удовлетворить всем требованиям, но в целом это возможно. Большое спасибо за ответ. У меня будет финальный вопрос. Скажите, сколько вы мне готовы платить? А сколько ты рассматриваешь сейчас для себя? Ну, я думаю, что около 60 тысяч России было бы вполне нормально. Ну, в России, а ты летишь, я так понимаю, в зарубежную компанию? Ну, мы же сейчас с вами в России находимся, правильно, в России собеседуемся. Поэтому я хотел бы работать именно в российской компании. Окей, хорошо. Ну, в принципе, 60 мы вполне можем обеспечить. А вообще, на испытательном сроке готов на меньшую стоимость? Ну, скажем, на 50, в дальнейшем пересмотрим? Да, я думаю, что это не составит большую проблему. Абсолютно. Окей, договорились. Тогда, я так понимаю, переходим к обратной связи? Окей. Андрей, прошу. В общем, смотри, в целом окей. Нормально понравилось, что отвечал коротко по делу. В общем-то, определенные знания есть, это чувствуется. Понтовался с ВИМом, это, конечно, прикольно. Но, мне кажется, лучше все-таки использовать более удобные инструменты. В конце концов, там и всякие штуки встроенные. Ну, не знаю, как бы спорный момент я бы не стал. Лучше показать, что ты умеешь пользоваться IDE, что у тебя там есть обвес стоит, что ты настроил аккуратненько. То, что не знаешь, Select Related, это очень плохо. Потому что Select Related – это оптимизация запроса к базам данных. И вот это вот все, это твой хлебушек. Про это, скорее всего, будут спрашивать. Но, в целом, я бы сказал, что чуть-чуть немножко подучиться. И, в общем-то, окей, нормально, годится. Большое спасибо. С моей стороны, есть определенная небрежность в вопросах и объяснению каких-либо вещей. Я сейчас объясню, с чем это связано. Ты не совсем... Ну, честно, некоторые вопросы кажутся либо излично самонадеянными, либо не к месту, потому что... Ну, вот, например, я бы никогда не начал в лоб с курсов английского языка. Ну, то есть, если компания это предлагает, то можно прояснить этот момент, да. Но если ты не знаешь этого контекста, то это может служить отказом на этапе офиса. То есть, ты можешь потратить, условно, 3-4 часа на собеседование, но чувствуется, что в перспективе ты хочешь переехать, условно, в полуевропейскую компанию, где в российскую, где есть европейское резиденство. Да, соответственно, ты метишься туда, и, возможно, если мы рассчитываем тебя на какие-то рутинные задачи, ты можешь перегореть со временем. Ну, то есть, не в ближайшие полгода, ну, например, через год. Особенно с такой большой системой развития сотрудников, как у нас, которые я тебе описал, это невыгодно просто. Вот, поэтому чуть-чуть, пожалуйста, наверное, не так резко вопросом, чуть мягче к ним подходи, и будет, наверное, получше. По поводу зарплаты, ну, я, конечно, немножко продавил тебя в ОЗП. Можно все-таки попробовать поиграться со ставкой и попросить меня первым озвучить. Это абсолютно нормальная практика. Вот, в крупных компаниях сразу озвучивать. Мы просто очень чеки, немножко хитрые, проверяем, сработать ли оно у наших будущих коллег. По поводу самопрезентации. Очень издалека начал. Ну, то есть всегда лучше рассказывать в контексте проектов последнего времени. У меня, на самом деле, не должен интересовать твоего возраста. Он меня будет интересовать только если я хочу поддискриминировать. Зачем мне это делать? Вот, соответственно, отвечаю в контексте инструментов, в контексте проектов. По поводу лучшего кейса лучше его подготовить. И прямо хорошо отработать эту историю, почему ты им гордишься. Вот, потому что, ну, если бы Андрей, конечно, он знал, что часть, что это командный проект, который ты описывал. И это немножко странно бы звучало, если бы это выяснилось чуть позже. Да, мы-то тут все в одном контексте. Но вот узнать, что проект, о котором ты рассказывал, ну, достаточно так, что ты гордишься им и большую работу проделал. А потом выясняется, что там работало еще несколько человек. Ту часть, которую мы начали обсуждать, она не написана ни тобой. В общем, это, ну, на реальном собеседовании это было бы немножко странно. Вот. И про слабое качество вопрос здесь, на самом деле, не... Нас не интересует, какое именно слабое качество. Важно, как ты его компенсируешь, не влияет ли оно на работу. Тут суть в том, не чтобы его назвать, а чтобы объяснить, как ты с ним работаешь. В принципе, работаешь на цепи. Вот. Вот это было бы здорово. Чуть помягче, чуть поспокойнее, если, ну, еще походишь по собеседованию, уверишься в своих силах и науках, и будет хорошо, я думаю. Спасибо. На перспективу здорово. Окей.